здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале сегодня прогулка по розам хочу вам показать это роза дэвида остина пьющаяся на это первый раз можно сказать раскрыла свой потенциал молодое растение мы ее посадили не очень в удачном месте ей там не понравилось перед пришлось пересадить как я уже и сказала это роза дэвида остина она цветет по два раза в году вьющаяся но данным видео такие огромные цветы первое цветение у нас было очень слабым потому что она еще не набралось силу в течение лета подросла окрепла и порадовала очень красивая шикарно пахнут медовый такой аромат представляю когда она еще повзрослеет еще вырастет какой какая это будет красота перед вами роза кордоса этот селекционер роз пахнущая роза ярко-оранжевого цвета конечно на картинке она была ярче но все равно красивая и в принципе обещали мини полу мини сорт но получилась обыкновенная чайно-гибридная роза ее посадила возле дорожки теперь она всем мешает все за нее цепляются но буду пересаживать еще одна моя красавица это роза опять же дэвида остина вот у него характерная такая вот форма что очень красивая это джубили насколько я помню классно нежный такой цвет видно сколько она вот может в году по три раза цвести но в этом году конечно первое цветение было убито приморозком очень сильный мороз у нас был до минус пяти где-то в середине мая и все что они вот на вот по на выпускали все вот эти бутоны молодые побеги всем замерзли но в жару мы не захотели цвести так как сейчас ну это видно насколько она много бутончиков еще у меня собирается выпускает будем зацветать это первые цветочки бегу схвастаться не знаю как будет дальше может пойдут дожди и все это вся эта красота не будет ее видно ну тоже пахнет очень пахнет классно пахнет я просто обожаю пахнущие розы для меня это неси она цветет красивая и ее нюхаешь на не пахнет я не люблю я люблю когда она цветет и пахнет это моя слабость еще из середине видно да такие желтенькие красивые дэвида остина розы покупала давно дорого но ни секунды об этом не пожалела потому цена этих роз соответствует там не очень красивую очень воздушная люблю розы дэвида остина еще одна роза дэвида остина я не помню название это повторно цветущая вьющаяся роза к сожалению в этом году я ее плохо укрыла и она прямо возле корня меня перемерзла это вот новые молодые побеги она цветет два раза в год такими вот розами которые очень сильно пахнут не края классный просто обалденный аромат но она используется в качестве живых изгородей потому что у нее сейчас вам покажу просто такие шипы вот какие шипы у нее она очень росла у меня в прошлом году были ветки до трех метров достигает высоту но с виду вот так когда зацветает ну просто чайно гибридная но как мы конечно не пытались ее развести и черенковали и пытались прищепить но все-таки селекционеры знают свое дело она так у меня не размножалось я ее не смогла от тиражировать чтобы было да там пять или шесть штук таких не только одна но она очень большая очень высокая надеюсь сохраню в этом году побеги и в следующем году она будет выше больше и красивее ну это конечно моя самая любимая я не знаю название абсолютно не знаю потому что покупалась на рынке я когда я увидела все грибу беру сколько говорите столько плачу ну что она просто вот по сравнению с рукой видно и размер цвета цветка она всегда много цветет всегда много у нее цветов всегда много красиво большая очень большая вот еще будут бутоны еще бутоны то есть еще просто будет меня радовать конечно единственный недостаток у этой розы она не любит жару если жарко очень быстро перецветает и вот лепестки очень быстро вот прижигаются солнышком но пока что есть вид есть красота пахнет красивая в середине еще желтенькие лепесточки цветочки красота очень красиво я ее обожаю опровержение того что розы собственной корневой системой а именно из под банки так называемые в народе мало и не очень долго растут вот вам пожалуйста подтверждение 10 лет мы растем мы цветем собственной корневой системой красота замечательно да я покупала розу ее мама сейчас пока не цветет она такая же но чуть чуть крупнее потому что то привита я вот пыталась ее училась размножать черенковала сажала под банки и у меня получилось и пожалуйста розочка продолжает расти цвести единственный конечно недостаток вот от солнца видно как она прижигаются лепестки это очень многих роз болезнь такая ну как бы не болезнь просто они не очень переносят прямые палящие солнечные лучи как бы их не поливать все равно у них не получается так зацветать вот она буквально пару дней и перецветает здесь только распустился бутончик красивый такой ну вот пока все все мои цветы еще конечно не все многие только зацветают спасибо вам за просмотр удачного дня красивых цветов хорошего настроения